Всем привет! С вами Громакина Ярославна, автор блога НашиДети.ру И сегодня мы вместе с вами продолжаем осваивать рынок Форекс, валютные рынки, как мы на них будем зарабатывать В предыдущих занятиях, видеоуроках, которые вы можете посмотреть в архиве новостей Я рассказывала о том, что такое анализ, что такое технический анализ и компьютерами Сегодня мы с вами разберем, что такое фундаментальный анализ Итак, напомню, что технический и компьютерный анализ это все-таки автоматизированные анализы А фундаментальный подразумевает под собой мониторинг новостей То есть если компьютеры по своим каким-то алгоритмам, по своим каким-то формулам высчитывают нам прогнозы То они все-таки не знают определенные новости, допустим, о смене власти, о смене руководства, президентов, директоров, национальных банков Они не знают, допустим, о том, что произошло где-то ограбление банка и так далее Мы об этом все можем узнать из новостей И в связи с этим спрогнозировать, покупать нам или продавать ту или иную валюту Итак, ну как всегда мы заходим с вами на сайт Forex4U Ссылка будет дана в описании Заходим в трейдинги и календарь рынка Forex Выбираем сегодня И не забываем, что время здесь идет по Гринвичу Поэтому учитывайте это Допустим, узная то, что я нахожусь в городе Улан-Удэ Это надо прибавить мне 8 часов к тому времени, которое будет указано по Гринвичу Итак, какие бывают новости Новости здесь по индикатору, значит, бывают с одним восклицательным знаком Это означает, что новость не имеет влияния на валютном рынке Но вы можете ее прочитать, нажав на зеленый треугольник чека справа Бывает новость с двумя восклицательными знаками Как правило, такая новость имеет небольшое влияние на валютный рынок Фактическое значение, прогноз, предыдущее значение и описание Больше всего нас волнуют новости, окрашенные таким красным цветом За три восклицательных знака Мы можем почитать подробнее, что случилось Выступление главы банка Англии Марка Карт Как раз сегодня ждала эту новость И следующую за ней тоже заявки на пособие по безработнице Мы видим здесь значок того, что это Великобритания Поэтому будем работать с фунтами Чтобы заработать Три восклицательных знака Повторю, эта новость влияет на колембание валютного рынка При условии несовпадения предыдущего и фактического значения Вот здесь есть предыдущее значение и фактическое Если они одинаковые, но вот как здесь, например, здесь практически То скорее всего никакого изменения не будет На валютном рынке Когда информация появится, вы посмотрите Когда выходит такая новость с тремя восклицательными знаками И она оказывает влияние на валютный рынок В этот момент свечи формируются очень стремительно Если обычно свечи как формируются Вот такие очень маленькие И здесь что-то немножечко росло Падало где-то То когда выходит определенная новость Например, вот здесь Мы видим, как сильно доупала цена Вот, пожалуйста, пошли новости Да, мы можем посмотреть, какое это было время Выбираем для этого перекрестие Смотрим, насколько выросла цена Практически 44 пункта, 440 долларов Цена была как раз внизу, посмотрите, загорелась 16.00 Мы смотрим по новостям Это как раз 8.30 Да, прибавляем 8 часов По гриммичу В этот момент ожидали выступления главы Банка Англии И вот такой рост был по франку В этот момент я поставила тоже, сыграла Я открыла пока центовый счет Тренируясь на нем Да, вот в это время я как раз Поставила небольшую прибыль по нем Да Сейчас я снова поставила на покупку В связи с выходом этой новости Определила стоплос стейк профит Поэтому сейчас сижу, жду, что будет дальше Всегда в любой момент сделку можно закрыть вручную Либо она закроется по достижению стоплоса или тейк профит Кстати, тейк профит нам это замечательный показатель Когда он горит зеленым цветом Это означает, что сделка идет в нашу пользу Приближается к нашему значению, какое мы хотели бы видеть Если вдруг у нас недавно горит стоплос красным уже цветом Это означает, что сделка, возможно, скоро закроется с убытком Также хочу еще вам сказать, что заработок трейдера основывается все-таки больше на фундаментальном То есть надо мониторить новости Если вы не знаете, какая новость будет То можно использовать ордера на неотложенные сделки Но об этом мы поговорим в следующих выпусках На сегодня у меня все И ваше домашнее задание Это вы должны открыть экономический календарь На сайте Forex4U Вот еще раз в разделе трейдинги Календарь рынка Forex Посмотреть Посмотреть, как у вас отличается время по гринвичу Посмотреть, прибавлять или поотнимать Чтобы вы знали примерно в какое время вам лучше вставать на продажу Посмотреть, соотносить график, который у вас есть, допустим С теми новостями, которые выходили ранее И как формировались свечи С вами была Громакина Ярославна Блог наши дети.ру Пока